Мы никуда не можем сюда с нами. Старый кот теперь тоже бездомный. Вместе с густокашинами он перебрался в эту съемную квартиру. Родители и двое взрослых сыновей помещаются здесь с трудом. Но теперь это единственное их пристанище. В августе 2014-го они решили взять в долг 300 тысяч рублей в одном из центров микрофинансирования. Заем предлагали под залог недвижимости. Вместе с кредиторами густокашины приехали в регистрационную палату. Здесь, как выяснилось позже, они сами того не ведая подписали договор на продажу своей квартиры. Прежде чем зайти туда в регистрационную дверь, Женя быстро взял, посмотрел. Можно я посмотрю? Он посмотрел и там написано, миллион рублей. Он говорит, вы же нам миллион не давали, Кузнецов. Он говорит, ничего страшного, это все законно у нас. Это надо, как чистая формальность, это для отчета перед инвесторами. Как только выплатите, займ обратный ход сделаем. Обращение в суды в гражданском порядке ничего не дало. Однако теперь у густокашинах появилась надежда. По следам их истории возбуждено уголовное дело. Полиция обратилась в трое жителей Казани. С заявлением о том, что неизвестными присвоили их квартиры. Общая сумма, причиненного материального ущерба, превысила 5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время везется следствие. Героиней похожей истории, первой о ком рассказывала программа «Город», была 60-летняя Надежда Корнилова. В той же организации она взяла в долг 200 тысяч рублей под залог своей квартиры. Когда через полгода вернуть деньги не смогла, узнала, что подписала не договор займа, а документы на продажу квартиры. До этого я говорила ему, когда деньги брала, я говорю, а без квартиры я не останусь? Он говорит, нет, нет, нет. Нам известно, что по делу Касымова и Густокашинах возбудили уголовное дело. И мы надеемся, что следственными органами будет дело Корниловых затребовано. И также его объединят в одно производство. И уже после возбуждения дела, вынесения приговора, мы надеемся, что квартиру вернут. Повновь открылась обстоятельства, пересмотрим гражданское дело. На сегодня юристам известны уже четыре семьи, которые остались на улице после того, как взяли в долг у одной и той же микрофинансовой организации. Если следствию удастся собрать необходимые доказательства, дело обещает быть громким. В настоящее время Надежда Корнилова, с которой началась эта история, снимает комнату в общежитии. На квартиру, которую она якобы продала, на время разбирательств наложен арест. Не исключено, что на самом деле пострадавших от действий этой же микрофинансовой организации гораздо больше. Светлана Белова, Дмитрий Реженко, Телеканал Эфир. Дмитрий Реженко, Телеканал Эфир.